Отец Архайл, только вопрос, насколько Вы говорили про внутреннюю жизнь, про непрестанную молитву, насколько это возможно для людей, которые все-таки находятся в миру, и оправдали ли иногда как бы оставление какого-то своего внутреннего делания, ну ради ближнего, скажем так, то есть как человека, ну то есть отвлечение на общение с каким-то человеком, на какое-то, то есть какое-то делание, потому что, ну я думаю, что не у многих простудей есть меры, когда человек одновременно может что-то делать и пребывать в непрестанной молитве. Вот оправдали иногда, скажем так, вот такое отступление от своего какого-то внутреннего делания, и как вот возможно вообще в современном мире, вот в мирской жизни, вот именно непрестанная молитва? Трудно стяжать непрестанную молитву, но мы знаем случай, когда удалось людям стяжать. Отец Григория Поломы занимал важный пост государственного секретаря, то есть это было самое злопотное и ответственное из всех служения при царском дворе. И в то же время он занимался Иисусовой молитвой. молитва текла его в его сердце. Иногда спрашивал о государственных делах императора, а он как бы отключался и не слышал, что говорит ему сам. окружающие царетворцы возмущались этим. А император знал его внутреннее делание и говорил, что он занимается гораздо более важным, чем мы с вами. Но это исключение. По временам может быть в миру непрестанная молитва, которая течет в сердце, но на время. Но нужно стремиться к этому. Если человек будет стремиться, то перед смертью Господь даст ему духовную молитву. Откроется эта молитва. Даром труды его не пропадут. А если человек молится, сосредоточен, но в этот момент требуется какая-то общение или помощь ближнему. Можно ли пресекать вот это умное делание, какое-то молитву или еще какое-то? Умное делание поможет в помощи ближнему. Оно поможет. Но добиться такого состояния нелегко. Вот у преподобного силуала была непрестанная молитва. И когда он исполнял хлопотные монастырские пастушания, молитва текла в его сердце. Об этом свидетельствует сам. Сердце само говорит, может быть такое состояние, что сердце само будет говорить молитву. А если есть возможность, то лучше, пока не иссякнет молитва, сосредоточиться на ней. Если сама молитва идет в сердце, то надо дорожить этим временем, этой возможностью, этим даром. Выше его нет. И сосредоточиться в это время на ней и отложить все дела. Даже от молитвенного правила не приступать. Но это я говорю о самодвижущейся молитве. Выше имени Иисуса Христа нет других имен. И выше Иисусовой молитвы нет других имен. Но нельзя бросить на другие молитвы и заниматься только Иисусовой молитвой. Это тоже может окончиться. Потому что Псалтырь и книжные молитвы – это основание. А Иисусова молитва – это кровля дома. Без основания дом может пасть. Бывают случаи, что люди, которые читали по подвигу в пустыне, потому что они все время пребывали в Иисусовой молитве, решили оставить правила и только читать Иисусу свою молитву. И до конца окончилось тем, что никакой у них молитвы не стало. Просто душа оказалась в какое-то время пустой. Все иссякло там. Когда у преподобного в арсенофе спросили, заниматься Иисусовой молитвой или читать Псалтырь, он сказал – одно делай, другое не оставляй. Иисусовой молитвы. Иисусовой молитвы. Иисусовой молитвы. Иисусовой молитвы.